Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на канал Информ ТВ. В первый раз Светлана Разина попала в Мираж в 87-м и продержалась в группе всего год. Опыт был не слишком удачным, но несмотря на это, Светлана наступила на те же грабли, вернувшись в коллектив в 2011-м. Это все закончилось опять крупным и не единственным скандалом в жизни звезды. Ансамбль когда-то давно давал по 80 концертов в месяц. Несмотря на оглушительную популярность, Света тогда покинула коллектив буквально через год после начала выступлений. Немаловажно, что Света написала несколько текстов песен, в том числе «Я не шучу» и «Новый герой». Сперва Разина симпатизировала Маргарите Суханкиной, которая старалась ей всячески угодить. То говорила комплименты, то дарила подарки. Но вскоре споры стали возникать по поводу и без. Суханкина называла себя, цитата, «золотым голосом Миража». Она не давала коллеге петь на крупных концертах вживую, следила, чтобы лучшие номера в отелях доставались ей, а не Светлане. Маргарита прекратила объявлять на сцене, что Разина автор некоторых песен группы. А еще она дала журналистам интервью, рассказав, что конкурентка якобы беспробудно пьет. Противостояние достигло апогея, когда оскорбленная Разина сцепилась с Суханкиной в гримерке. После серьезной драки и вырванных волос артистки почти не общались вне сцены, но раздражали друг друга настолько, что очередной конфликт был неизбежен. Худрук «Миража» Валерий Соколов вскоре после того, как Светлана ушла из коллектива, создал с ней не только проект «Фея», но и семью. В 38 лет певица родила дочь Алису, но не от супруга, а от мужчины своей жизни, как она говорила в интервью, Георгия. Он был красив и молод, намного моложе Разиной. Сначала Георгий работал диджеем, а потом стал ее директором. Певице казалось, что они с Жорой вместе навсегда, но возлюбленный бросил ее в самый сложный момент в жизни. Дело в том, что в 92-м Света попала в ДТП. Перелом сросся неправильно, в позвонке образовалась грыжа и проблемы со спиной не оставляли артистку много лет. Накануне 45-летия боль вновь напомнила о себе и звезда даже не смогла подняться с постели. Ее доставили в клинику, где установили в позвоночник имплантаты. Георгий навестил избранницу только раз. Увидев измученную певицу, он заявил, что устал и улетает отдыхать на Кипр. А через две недели директор уже отправил звезду на концерт, мол, пора зарабатывать деньги. Света тогда почувствовала, что больше не нужна Георгию. Мужчина уходил и снова возвращался, пока однажды не собрал вещи и не покинул ее навсегда. Счастье артистка обрела в браке с концертным директором Борисом Карповым. Они тайно поженились в 2018 году. Несмотря на постоянные сплетни и скандалы, которые крутятся вокруг ее имени, она счастливо живет в Подмосковье и очень любит своего мужа Бориса. А вы помните прекрасный коллектив Мираж? Какие песни у вас самые любимые? Пишите в комментариях. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайк, подписывайтесь и жмите на колокольчик. Удачи!